здравствуйте дорогие друзья рад всех приветствовать с вами роман сегодня мы будем обозревать мобильный телефон смартфон коммуникатор android устройство high screen jet duo и так вот собственно коробка перед нами наконец-то есть устройство которое приехало к нам с коробкой то обычно одни телефоны без без всего даже без зарядки соответственно чем перевернул здесь перечислена характеристика и так что здесь установлено первое это процессор qualcomm msm 72 27t turbo то есть это означает что чистота здесь будет 800 мегагерц это неплохо процессор нам знакомые установлен во многих android смартфонах хорошо работает и зарекомендовал себя на отлично соответственно android 2.3 gingerbread psu 512 мегабайт азу 512 мегабайт это очень неплохо размеры перечислены 110 граммов вместе с аккумулятором вот экранчик конечно малова 3 2 дюйма емкостного типа hvga то есть это 320 на 480 работает сетью умтс то есть 3g gsm gpsg соответственно есть gps есть bluetooth 2.1 есть вайфай биджи к сожалению н здесь нет микро юсб 3.5 миллиметра гнездо 2 мегапикселя камера без автофокуса и аккумулятор литий-ионный на 1200 миллиампер комплекте у нас будет карточка на 4 гигабайты сейчас я посмотрю действительно ли это так да вот такая вот карточка giga stone 4 гигабайта класс 4 нормально на первое время вполне хватит далее что-то еще перечислено g-сенсор цифровой компас fm-радио датчики датчик приближения ну в общем то и все ладно давайте распакуем и перейдем к обзору здесь вот он упакован в такую штучку даже залеплен экран соответственно внутри что внутри юзер мануал то есть это руководство пользователя опять же перечисляется характеристики и так далее пленка насколько я понимаю можно установить на экран то есть это защитная пленка это очень хорошо зарядное устройство вот она она отдельная юсб кабель микро юсб и юсб и соответственно гарнитура гарнитура простенькая вон там валяются амбишурки кнопка ответ на звонок ну и так далее ладно все это убираем это нам не пригодится так снимаем чехол ну сами понимаете да это для для виду я все это нацепил просто показать как это в оригинале выглядит на самом деле я уже раскрывал потестировал помочь его так что не переживайте для виду конечно так убираем коробку и вот он вот оно устройство соответственно материалы корпуса из чего сделан где какие кнопки куда чё нажимать сделан из пластика задняя поверхность матовая это soft touch покрытие лицевая панель это обычный пластик вот он грязь и вы соответственно заметили что следы остаются но после пленки еще больше следов осталось почему-то ну вот мы слегка протерли нашей супер тряпкой вот более-менее хотя следы еще и остались назначение кнопок стандартный от меню домой назад поиск вверху динамик датчик приближения датчик освещения микрофон кнопка включения утопленная в корпус три с половиной миллиметра регулировка громкости мне показалось не очень удобный вот она какая-то не поймешь что ли нажал то ли нет микро юсб тоже не совсем удачно расположен когда вы берете в руки телефон в руку телефон тот постоянно он вас немножко корябает руку хотя это конечно незначительно все но тем не менее хотелось бы заглушку ну или куда-то в другое место переместить а здесь отверстие ну или так скажем паз для того чтобы поддеть и снять заднюю крышку микрофон и уже сказал сзади динамик и камера к сожалению без автофокуса но хотя бы была бы на 3 мегапикселя с автофокусом было бы уже лучше стоит он шесть с половиной тысяч рублей но если точно шесть тысяч четыреста девяносто рублей цена ну так скажем нормальная хотя за эту стоимость уже можно найти какие-нибудь lg шники недорогие хотя там не будет 2 sim карт но по характеристикам они будут чуть-чуть интересней вот но если вам собственно нужно две sim карты и максимально дешевый телефон с более-менее нормальным процессором чтоб не тормозил ничего то вот мне кажется интересный телефон ладно значит что внутри раскрываем вот здесь вот поддеваем крышка две sim карты одна вторая и слот под карту памяти не удачно тоже расположен то есть горячую замену не получится сделать если только что вытащить аккумулятор аккумулятора здесь вот такой начали написано 1200 миллиампер обратно его устанавливаем и включаем то я боюсь долго будет он загружаться вот он прожужжал закрываем здесь вот внимательно надо будет посмотреть на сборку то есть он собран неплохо но не всегда закрывается с первого раза нормально то есть надо иногда как-то где-то что-то поддеть особенно вот в этом месте вот надо будет надавить чтоб защелкнулась до конца так ну что вот у нас включился 2 сек чуть делаем тише соответственно разблокируем устройство не глючит не тормозит работает отлично то есть никаких проблем вообще не возникало перемещается но к сожалению здесь голый android но для кого-то это может быть и не к сожалению вот примерно так и все функционирует то есть неплохо сенсорные кнопки отрабатывают нажатия дальше там можно выбрать настройки в общем то такие вот все дела беспроводные связи или беспроводные соответственно мобильная сеть выбрать sim карту нужно sim 1 или sim 2 выбираем соответственно sim 2 только gsm выбрали далее sim 1 можно выбрать так но здесь вот 3g пусть будет передачу данных можно в принципе включить отключить пока одна из sim карт что-то куда-то не определилась но думаю не особо важно так только 2g отключаем настройки sim 1 но здесь тоже ничего не будем настраивать соответственно передача данных нет мы уберем передачу данных чтоб у нас не ломилась сеть ну пока как одна из sim карт чуть не определилась но думаю где там надо включить в настройках это не суть важно соответственно экран настройки экрана здесь можно поставить на автомат то есть яркость будет регулироваться автоматом вот либо соответственно вручную яркость очень высокая экран как ни странно неплохой я сейчас вам это покажу собственно запускаем галерею идет поиск картинок да вот сюда сюда переворачиваем ну вот соответственно мультитачи есть мне кажется экран очень хорошо отображает оттенки цвета немножко падает контрастность вот углами немножко падает контраст но в целом очень хороший экран диагональ 3 2 дюйма 320 на 480 мне кажется нормально хотя маловат конечно дисплей малова что я хотел бы показать значит камера ну камера обычная просто запущу покажу камера обычная сейчас если у меня есть где-нибудь текст какой-нибудь мне как всегда как только снимать начинаю и текст никакого нету ну хотя вот микросим какую-то вот мы сейчас снимем и я вам покажу будет ли что-нибудь видно вот снял убираем эту коробку переход ну вы знаете неплохо видно то есть теоретически ценники фотографировать там еще что-то ну вы видите нормально сфотографировал ну соответственно фотографии в вдаль еще будет лучше переключение фото видео так видео вга может записывать вот вам не чита samsung телефоном у которых 320 на 240 samsung ace пишет здесь все более-менее неплохо далее так нечаянно запустил музыкальные возможности видео возможности соответственно послушаем громкость динамика ну-ка до динамик кэша тихий но приятно бубнит ну что я могу сказать конечно громкость очень низкая реально низкая но звучит приятно но видите как тут кому-то кто-то скажет например мне лучше пусть он играет гораздо громче чем приятнее а кто-то может быть меломан любит звук покачественнее хотя тут надо выбирать компромисс конечно но тиховато звучит но звучит приятно чувствуются такие вот немножко басов басы такие выдаются но конечно давайте еще очень послушаем да динамик хорошо играет но тихо конечно тихо громкость в наушниках тоже невысокая но качество хорошая если установить другие какие-нибудь плееры то к сожалению выжать из него музыкальные способности никак нельзя то есть вот он как средненько будет играть так и так и будет то есть эквалайзером никак не спасти ситуацию что еще видео возможности кстати по умолчанию такое впечатление что он читает ави ролики что интересно и mp4 ну вот но единственно нарекание он конечно же тормозить слегка где звук к звука нету звука нету вот видео нормально идет 140 на 480 насколько я помню но звука почему-то нет наверно надо плеер отдельный какой-то поставить давайте посмотрим вот это но это 480 на 320 и так понятно что идет не тормозит дальше что у нас тут еще есть но это full hd не пойдет сто процентов это он не поддерживает фильм бадарит 720p естественно не пойдет так а вот это не пойдет если у меня программа для просмотра видео насколько я вижу есть нету но в принципе нормально читает то есть единственно вот надо посмотреть какие конкретно форматы ави он не поддержите с fm радио fm радио обычная ничего такого могу показать подключаем наушники выглядят вот таким образом ох там и вот так а вот сейчас очень громко непонятно как-то динамик себя ведет то есть в радио очень громко слышно даже удивительно прям так скажем ориота мелодии почему-то совсем тихо звучит даже вот стандартная я посмотрим можно выбрать на одну из сим-карт звук уведомления и звонок ну некоторые мелодии ну видимо надо будет подбирать вам мелодии хорошо хоть динамик просто сам по себе качественный хорошо звучит так тут у нас ничего в уме давление в уведомлениях нет дошло такое но что такое вот так я тут какую-то игру по моему ставил или не ставил с какой-то игрушка я баловался видимо вчера сбросил ну ладно давайте соответственно посмотрим бенчмарки в начале характеристики коротко аром в 6 процессор к сожалению то есть флеш не будет тянуть 800 мегагерц памяти со 20 на 408 с адрена 200 нормальные кстати и целая куча различных датчиков вот они давайте посмотрим бенчмарки я думаю где-то около 1000 должно быть может быть 1200 максимум я вот вспоминаю когда первый раз купил samsung galaxy s а и 9000 вот один гигагерц и тогда еще прошивка была по моему 22 и он набирал 1000 баллов и это было круто вот сейчас же на 800 мегагерц какие-то qualcomm и 72 27 и тоже без особых усилий набирают тысячу и даже больше баллов вот недавно samsung galaxy s с каким-то дохлым гигагерцовым процессором набрал две с половиной тысячи баллов но это удивительно вообще было пока неплохо идет цепочки днк каши фпс просядет ну вот видите до 14 окей тысячу баллов да но если прогнать еще несколько раз теста будет показывать ну приблизительно 1100 1200 не думаю что больше antutu не будем тестировать соответственно antutu тестер multi-touch сколько отрабатывает касаний два касания ну и наверное больше это и не надо я честно говоря даже не знаю еще в каком приложении можно отрабатывать больше двух касаний деса только что если это например какой-нибудь эмулятор игры на пианино например где там надо аккорды братья но больше двух не знаю мне мне например практически никогда не пригождается вот в игре 2 и не более 2 2 и не более касания что еще вам рассказать соответственно давайте запустим браузер коротко очень покажу как там у нас да что такое как у нас там летает он чуть-чуть яркость потише сделаем соответственно сюда вводим и заходим думаю должен нормально работать все таки 800 мегагерц процессор уже такой достаточно опробированной себя ну вот нормально бывало и хуже вроде проблем нет читается все оригинально он поворачивается вот еще заморочились сделали такую такой эффект давайте откроем какой-нибудь обзор вот надеюсь вот это небольшой ну вот грузит все загрузил отлично подстраивается то есть браузер отличный видите как ничего не глючит мультитач работает причем неплохо работает нормально так настройки покажу вам какая версия андроида здесь стоит 234 нормально 234 тоже хорошо вряд ли конечно обновиться до 40 может процессор слабы совсем управление sim картами здесь есть соответственно передача данных выбираем sim 1 или sim 2 выбираем sim 1 или sim 2 звонки и системы май то же самое и смс к через что будет передаваться так ну gps понятно память понятно свободно 224 из 512 так что там еще интересного можно найти игрушки игрушки тоже нормально будут идти сейчас мы посмотрим так маркет да вчера ставил и к сожалению видимо сбросил данные вот эту я ставил игру неудобный конечно интерфейс у андроида вернее не у андроида а у маркета нового ну так относительно быстро шурует вчера я долго ставил так так тут еще такой музон прикольный ну что его такое видимо в рекламу тыкнул я тут уже вчера поиграл видимо есть эта игра а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хороший процессор, 800 МГц, цена 4500 рублей, ну, так скажем, на грани. То есть, я не сказал бы, что очень дешево, но, в принципе, недорогой получается смартфон. Есть две сим-карты, приятный динамик, опять же, надо выбирать мелодию, смотря какая там мелодия установлена. Есть датчики освещения, датчики приближения. Хороший речевой динамик, проблем не было, телефон не зависает. Внешний вид, ну, так скажем, обычный внешний вид. Единственное, когда его берешь в руки, ну, почему-то такое чувство, такой вот маленький, такой приятненький телефончик. Ну, я бы так сказал бы, что девушке больше подойдет. Если бы он был еще и белого цвета, то прикольно было бы. К сожалению, минусов здесь два. Это не автофокусная камера, без автофокуса она, и диагональ. Было бы хотя бы, не знаю, там, 3,5 дюйма, и камера на 3 Мп с автофокусом было бы гораздо лучше. Но, опять же, увеличивая характеристики, тем самым мы увеличиваем стоимость этого телефона. Вот, поэтому, как мне кажется, вполне интересный телефон, учитывая, что здесь две сим-карты. Вот, довольно-таки неплохой. По 10-бальной шкале я бы поставил бы, ну, наверное, 7 баллов. Почему бы нет? Телефон быстрый, прикольный, удобный, и в игрушки даже можно поиграть. Не в очень сложное, но можно поиграть. Всё, всем спасибо, пока-пока.